Продолжение следует... 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Забери меня с кладбища. Каким ветром тебя туда занесло? В четверг. У тебя ж сегодня день почты. Давай шустрее, умник. – Приятного аппетита. – Спасибо. Стой. – Мам. – Ты руками будешь есть? measure. Лепестоп32г. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК – Он нашли. Ты знаешь, почему у бегемота всегда рот открыт? Ну, почему? Потому что если он его закроет, у него на заднице кожа лопнет. О, идет. Смотри. Этот тебя побил. Я ему уши надеру. Ну, давай без этого. Тетя Вась, а вы же приходили с пустой сумкой. А уходите с полной. Халат постирать взяла. Ну и пристирке халаты не забудьте, а карманы проверю. Тетя Вась, на вашу шапку горит. Рот свой закроешь? А то что? Ворованными тефтильмами закидаешь, а? Занорин, а? Был у тебя шанс дожить до выпускного. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все. Этот старый хрен мне достал. Нужно все решать радикально. А это как? Есть у меня. Один человек. На выход. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пошел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Распишись. Поздравляю с досрочным освобождением. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Может, камеру установим вокруг дома? Да на какие шиши? У нас кредитная история толще, чем учебник повсемирный. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вечерок в хату. Ни хрена себе. Ура! Папа вернулся! Ты что, сбежал? Тебе же еще два года сидеть. Вышел по УДО. За примерное поведение велся, как монашка. Чтоб скорее обнять своих сопляжуев. Слушай, ты вымахал как, а? Да. Географичку чпокнула уже. Ты ей лет пятьдесят. А? И это что такое? Твои гены. Мы же углы сглаживать не умеем. Тогда тебе шахматы. Спасибо. Дайте шашки. Спасибо. Лучший подарок, это подарок, сделанный своими руками. Вот это вот. Для любимой жены. Как же я по тебе соскучился. Что это так смешно? Что вы уставились-то? Ну вы что, не рады меня видишь ли? Рады. Просто не ожидали? Братуха. Братуха. Уратишка. Ладно, вы давайте пока одупляйтесь, я пойду баки солью. Ты же говорила, что все им написала. Я собиралась, но я не решилась. Что значит не решилась? Я принял эти ваши шура-муры. Потому что вы поклялись, что у вас любовь. И что ты все расскажешь Витьку. Я думала, у меня еще два года есть. Даже служить не хочу. Ну ладно, он сейчас вернется, я ему все расскажу. Сейчас ты хочешь? Ты хочешь, чтобы Витек опять сел? Только уже за убийство. Жены и брата. Раньше надо было думать. Я хотел на белом лимузине заявить, но все мои бабки инфляции сожрала. Где пузырь-то? Вот так муж встречает. Сынок, там слезы. Я у магаз схожу. А, давай, Бать, давай. Я тоже пойду шахматы всем покажу, товарищи. Давай, давай, давай. Я графички пошел. А я уроки делать к подружке. Давай, давай. Ну я тоже. В общем... Молодцы все какие понятливые-то. Витя. Витя. Мне надо с тобой поговорить. Ну, к черту разговоры давай. Лучше сразу в дело. Нет, Витя, ну не сейчас. В смысле не сейчас? В смысле не сейчас? Я из тюрьмы вышел. Не из публичного дома. Витя, Витя. Сотни владельцев квартир Жека «Смоленская Бавария», которым были обещаны детская площадка и парковка, вот уже полгода видят на их месте участок с частным домом. Их терпение лопнуло и... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Николай Марьянович, ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 ну что давай выкладывай какие у тебя проблемы секретарша залетела на все серьезнее чем кажется вот этот участок у меня как заноза в заднице ну что давай ознакомимся с твоей задницей в смысле с занозой как же я рад вас видеть а ну как ты все хорошо а еще такой шо это а с таким балконом ты себе бабки не найдешь как девственником помрешь слушай у меня огонь папа все еще ты понял ну чё стоим-то пить будем что вы спали на твою какое дело если ты не сбежал он бы ко мне полез даже подожди дожди то есть да а я не обязан перед тобой отчитываться а супер че муж вернулся зачем мне этот неудачник да ты что несешь а то иди давай иди саму доброму молодцу то в постели уложила накормить на по и забыла пико пико давай ой вася вася это ж надо было так дуре вляпаться а ты поспособствовал смысле ну это же ты в наш дом ее привел а куда и было с детьми податься когда витюк снова сел это ж внуки мои семья должна быть вместе один ты за семью и радеешь вон все как один разъехаться хотят нельзя нам разъезжаться витюк без меня опять сядет герман снова забухает да уж семейка у нас не подарок другой нет батя с кем разговариваешь да не с кем сам собой кумеку что делать ну чё какой расклад на сегодня с этим застройщиком рам сити до сих пор да я попросил денег на новый дом и участок на кладбище меня привез участок выбирать че я вот чепуха о чем предлагает ну после митингов соседи готов то однушку и двушку ну неплохо чё вам с герой гости снова то будет нам норме к вообще я сказал дом для всех наш дом для всех на резон нарезу там можно будет отдельный выход сделать и для германа тут ну чё ты бать устал я воевать и людям мешаем и сами по-люстски не живем это ты почему стал то что у меня рядом не было бать я сегодня ночью все порешаю ты дурак давно сидел батя если он повышает ставки после кипиша жильцов значит что надо делать надо повышать кипиш смысле пошумимся гульнем отметим мое освобождение утром у нее тут будет такая демонстрация этот черт подпишется на все что угодно план дерьмо он тебя на кладбище отвез ты сховаешь вот и последний член этого мерзопакостного семейства виктор захарыч занозен за плечами две ходки сегодня вышел по уду если он восстановит регистрацию по месту жительства придется учитывать еще и его а если затянем он еще детей нарожает мальчишка симпатичный спасибо соседка есть что-то мясное есть кого тоже кидать о брател ты как раз вовремя я щас ну правильно я тебе сегодня присмотрел а то он так девственникам бы и помер я смотрю развлекательно я смотрю ты тоже не скучаешь процитиру классика я не обязан перед тобой отчитываться как же круто когда над головой звездное небо а не верхний шкур завтра под нашими окнами эти светлячки такой крестный ход устроит что суда и рады зейналу приедет кто это не знаю ты нормально мы спим вообще-то ты че творишь ты че творишь пойдем 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 аккуратней пошли детей постыдился бы я вижу ты привык к деревянным нарам таким образом мы стали жертвами обмана со стороны застройщика который бездействует в решении сложившейся проблемы мы жильцы новостройки мы требуем немедленного решения вопроса по ликвидации дома во дворе если в течении недели наше требование не будет выполнено мы подаем коллективный иск в суд что сидит хотя бы а мы и в в в в в и и вы в Ф Доброе утро. Что потерял? Мужское достоинство? Вася. Вася. Васька, ты прости меня за вчерашнее, ладно? Я что-то там это... Что-то я приревновал, понимаешь? Выпил. Выпил, хотел отомстить, но вовремя остановился. Ничего не было, Вася? У нас тоже с Витьком ничего не было. А как ты искала? А я не далась. А. А потом я разозлилась. Тут и струсила. Да я что-то как-то разнервничался. А Витько я ничего про нас не написала. Ну что, я хотела подождать, убедиться, что я не зря семью рушу. Ва... Вася, я... Спасибо. Вася, я тебе не могу обещать, что мы будем вечно счастливы, там, умрем в один день. Но я клянусь тебе, ты слышишь, я тебе клянусь, что я постараюсь сделать все, что в моих силах. Сейчас, Вася. Сейчас, Вася, сейчас. Черт с ним, ладно. Василиса Сергеевна. Что? Ты выйдешь за меня? Ты что, серьезно, что ли? Да. Занузен, учти, у меня вон свидетели есть. А это что? Ключ от твоего сердца? Да. Он же ключ от сараня. Ой, если Витек нас застукает с тобой, мы и правда умрем в один день. Для Вады я его не боюсь. Черт, ты как и смелый, а? Не потрезвелся, что ли? Ой! 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 Убью. Смех! О, остается! Ой! 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 Вариус! Ой! Убью. Ты что творишь, фашист? Выполняю обещание, закатываю твою халупу в землю. Я свой дом не отдам! Отойди, отойди, а то ненароком сегодняшняя дата окажется на твоём памятнике. Что? Охренел! Тихо-тихо-тихо. Вот это дело до вашего мальчика, только я вам его не отдам, пока вы не уберетесь отсюда. Прошу, изучайте. твой сынуля отморозок ночью запускал фейерверки один из них угодил в квартиру она загорелся это уголовное дело и можно еще добавить те два года которые он не отсидел по у до что за бред бред ну бред не бред но есть 300 свидетелей видеозапись и через потерпевший который утверждает что поджог был умышленным в ответ на его просьбу прекратить гулянку в общем есть мотив есть улики с моими связями завести дело это дело пяти минут если к утру не свалить отсюда я его засажу я согласен однушку и двушку мы какую однушку-двушку который ты мне вчера предложил а это не так все закончил все ничего не могу тебе предложить а нет в качестве варианта могу предложить ночевать вот там возле мусорки пошел вон отсюда экскаватор не убираю чё гонять туда-сюда да жит дорогие друзья поздравляю свершилось завтра мы сносим этот дом и расчищаем участок так что можете расходиться по домам опять врете не верите спросите вон у него наконец-то эти твари свалят отсюда да и мы уже нормально вздохнем вздохнете а чем выхлопами ваших драндулетов вот здесь раньше лес стоял хороший еловый полгорода им дышала а теперь понастроили домов из дерьма и палок чтобы вы кредитов понабрали да расселились по скворечникам а главное подальше от родителей подальше от стариков своих а потом кредиты не отдаете с голой задницей возвращаясь к старикам проедать их пенсии и скворечники вам больше не нужны и леса больше нет зачем вам детская площадка вот тебе зачем если ваши дети на ней не играют сидят по домам телефоны уткнулись а все почему потому что вам до них дела нет все заняты думаю только бабки 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 а потом удивляетесь почему дети бухают и сидят что посеешь то и по иди сюда шабалда Ахаха! Попьяк, все! Побег не удался? Не трогай ее. Это я бы все виноват. Ага, сучка не захочет, обея не вскончит. Подожди, Витя, давай поговорим по-мужски. По-мужски и ты хочешь. Давай. Ты мужик, что ли? По-мужски с тобой разговаривают. Мужик на жену брат не позарится. Ведь я не зарился. Я клянусь, я не зарился. Я люблю ее. И детей ваших я люблю. И пока ты сидел, я о них заботился, понимаешь? Спасибо, братишка. Большое спасибо. Я на веночке так и напишу. Спасибо за заботу. О, сука! Ты труп? Витя, не дури! Витя! Я не хочу! В общем, расклад такой. Либо мы на улицу, либо Витя снова в тюрьму. Я снова не сяду. А почему все должны страдать из-за придурка? Он вообще меня чуть не убил, пусть сидит. Сидец! Сами виноватые! Устроили тут Санта-Барбару. Вы же семья. Братья. Должны помогать друг другу. Че правильно, а вот он и помог. Подменил меня в постели, пока я сидел. Привет, пчелка. Привет, пап. Что-то случилось? Да нет. Ничего. Просто... Новый айфон вышел. А я как лох хожу со старым. Ну, а волшебное слово? А волшебное слово? Я расскажу маме, что ты спишь, секретарша. Я расскажу маме, что ты спишь, секретарша. Вот такие дела, Раюш. Боюсь, здесь я уже не вырулю. Вырулишь. Добро всегда побеждает. Видимо, не в нашей стране. Ну, у тебя в сорок первом был шанс уехать в Германию. Как же я по тебе скучаю. Значит, короче, мне наплевать, что у вас там было. И кто виноват? Ты моя жена, и тебя никому нет там. Все. Вить. Я его люблю. Был вчера у тебя на кладбище. Я знаю. Извини, что без святого был проездом. Да ничего, переживу. Ой, Раюш, Раюш. Иногда так хочется к тебе. Да. Чтобы всякие дурные мысли в голову лезут. А что с нашими балбесами будет? Да им нужен. Ну, как поговорили? Нормально. Я думала, будет хуже. Не знаю, что делать. По-моему, конечно, сына надо спасать. А жить мы где будем? Не отчаивайся. Ты не из таких передрях выбирался. Не отчаивайся. Ну что, Захарка? Я же говорил, что война скоро закончится. Деда, граната! Граната! Захарка! Захар! Папа дежу. Давай-ка мне. КОНЕЦ КОНЕЦ Мехна и штоферка. Этот дом им просто так не отдадим. Мы ещё сюда вернёмся. Пошли. КОНЕЦ КОНЕЦ Сука! Как они задолбали! Герман, дай поспать. Герман. Какого хрена? Ты что тут делаешь? В смысле, что делаю? Я сплю с своей законной женой. А ну вали отсюда! Я так понимаю, перепихона не будет? Нет, не будет. Тогда разбудить меня через часок. Прием, прием. Здорово, Захар. И тебе не хворать, Федульчик. Ну что? Какие вести с фронта? Да ладно, кокнули пятюню. Да, дела. Слушай, может все-таки знаешь свою Брестскую крепость-то? Он у нас в Баварии. И горячая вода, и кондиционер. А у нас здесь принципы. Слыхал про такое? Это то, что ты буржуинам за бочку варенья продал. Смешно, обхохочешься. Он даже в камень из почки вышел. Я б всегда знал. То есть с тебя ничего путного не выйдет? Знаешь, Захар, об чем я думаю? Об чем? Что быстрее развалится? Ты или твоя хибара? Мою хибару прапрадед на совесть сделал. А твой, Муравейни, гастарбайтеры. Так что советую пореже на балкон выходить. Иначе он в лифт может превратиться. Ладно, ладно. С тобой одно удовольствие. Некогда мне. У меня ванна. Ванна с пеной набралась. Пойду косточки погрею. Захар, слышь? Я на три дня к сыну еду. Ты это, кошек покорми. Лови ключи. Доброе утро, Николай Марьянович. Вот вы мне не верили, а я все порешал. Ну, согласились на однушку и двушку. Ну, спасибо, это много. С вас пузырь, старый черт. Робик, а как думаешь, твоя кошечка заслужила двушечку? Ну, конечно, заслужила. Работа у тебя официальная. Выдадим тебе справочку два НДФЛ и ипотека у тебя в кармане. Витер. Витер. Ты придумал, как свою задницу спасать? Не знаю. Пойду с Робертом договариваться. Мне кажется, двоечка по почкам. Он мгновенно передумает. А у тебя идея есть? Нет. А ему зачем что-то придумывать? Я в тюрьму, он в мою жену. Всяк сверчок, знай свой шесток. Сейчас тебе шесток обломаем. Ну-ка, стоять, оба! Не время собачиться, когда враг уворот. Бать, ну реально, идей ноль. Может, ты это, генералу своему позвонишь? Ну как ты? Огненную охоту ты мне устроил. Роганизовать для тебя охоту мне всегда. В охоту. Лихо ты этого Борова снял. Я здесь каждую травинку знаю. Этот лес мне многое в жизни дал. И жену, и дом, пропитание. А потом и работу. За лучшего Игоря и Стрелка. Я теперь твой дождик, если что, обращайся. Да ладно. Я к нему никогда не обращался и сейчас не собираюсь. А, ну окей. Без проблем. Только у тебя будет на одного сына меньше. В смысле? Ты думаешь, меня выпустили за примерное поведение? Нет. Я сдал блатного одного и привет. Так что если вернусь на зону, поплыву в мешке. А гудзону. Ага. 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 Мам. Ну-ка, дай сюда. Отдам, когда научитесь нормально общаться. Да не переживай, Вася. Я работу найду. Вставим тебе зубы. Я ее мужчина, я сам ей вставлю. Ты ей больше ничего вставлять не будешь. Понял? У нее муж есть. Так, дети, ну-ка марш в школу. А ты? А я на больничном, пока зуб не вырастет. Я на работу. Пока, любимая. Вася, пойдем в ресторан сходим, поболтаем. С какого перепугу? Я же обещал тебе по ресторану водить. Водить по ресторану, просить прощения за выбитые зубы, это разные вещи. Вася, я просто вину хочу загладить свою. Честный пианист. Ну как я пойду? Без зуба. Чего без зуба-то? Мы уже с собой возьмем. Ты охренел? В смысле? Ты что, решил кинуть меня на двушку и однушку? Да что за глупости, Николай Марьянович? Мне Захар звонил. Ну, так я... Чего мытьешь? Ты думай, как эту проблему разрулить, а не нагревать начальство? Так я уже разрулил. Да? А завтра все каналы будут скулить, что ветеранованы на помойку выбросили? Черный пиар, тоже пиар. Ну ты антрацет. Все надо решать самому. Чай, кофе, физки. Банку квашеной капусты. Банку квашеной капусты. Баскетбол, контактная игра. Похоже на эхо. Сейчас используется не запада. А? Для души гонишь или на продажу? На продажу надо нефть знать. Здравия желаю, Захар. Здорово, Николай. Хватка у тебя та же. На, тебе презент с моего огорода. А это презент с моего огорода. Вилочки давай. Держи. Ну, давай. Я по твоему вопросу. Ну, конечно, я уже давно о пенсии. Связи растерялись, но кое-что узнал. Ну, что, предавим этого Роберта? Вряд ли. За ним такие люди стоят. Лучше не связываться. Если захотят посадить твоего сына, посадят и не поперхнутся. Ну, давай, наливай. И что нам делать? Идти на улицу? Я почему-то. Я однушку выбил. Ну, извини, и все, что мог. Все, всыпал. Для аппетита можно пошамкать. Правильно? Якудзе? Камцуми. Давай, бегом. Я вас слушаю. Я буду унаги маки. Маки дзу си. Хас маст ханаст сэмэ. Вот эту штуку я буду. И я буду вот эти, последние. А вам? Мне воды просто, пожалуйста. Откуда у тебя деньги на такой ресторан? Как ты откуда? Я же тебе обещал все самое лучшее. Пожалуйста. Обещал мне мир показать. Потом сел. А я сел деду на шею. Ну ладно, кто старый помянь? Там у Зупова он. Вась, да все нормально. Есть бабки, есть. Откуда? Да я там вообще батрасил в тюрьме. Копил. Чтоб порадовать свою крошку. Ну ладно. Все равно это ничего не меняет. Герман мой мужчина, а к тебе я больше не вернусь. Понял? Понял, понял. Добрый слип. Лети сюда. Ну что же? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где мои вещи-то недорого? Они навозом воняли, и мы их сожгли. Упс. Неловкость. Тема сегодняшнего урока – основы древнеримского права. Ну, что надумал, мыслитель? Я согласен на однушку, и ты не трогаешь моего сына. А? Довоевался? Ну что, будешь теперь в маленьком теремочке ютиться? На балконе корову с курами поселишь. А если все не разместитесь, могу внучку твою в домике на детской площадке поселить. Да. Я думал, что ты до конца переть будешь. Думал, что из тех, что вот со штыком, да на танке. Да, были деды в наше время не то, что нынешнее племя. Что ж такое-то? О, моя гиря! А я думаю, куда она делась? Я к юристам. Подготовим договорчик. Через полчаса вернусь. Рай, да что же это такое происходит, когда мы в сорок четвертом гнали фрицев с нашей земли? Я и представить себе не мог, что они вернутся. И снова начнут топтать наши цветы. Да. Не за это мы воевали. Если я сдамся, мой дед мне этого не простит. Ты куда? На войну. Ты чего думал? Иди в дом и закрой дверь на засову. Иди в дом и закрой дверь на засову. Что? Я больше не могу. О, ну ладушки, ладушки. Это что? Плат за обед бабки на новый зуб. Чего? Ничего. Скажешь, ты ел эту японскую хрень, зуб сломал. Ты что, совсем охренел? Я в этом участвовать не буду. Вася, Вась, мы по-другому не расплатимся. Спокойно. Администратора позовите! Ну ты козел. По коему. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Вы балондеров на вокзале что ли набираете? В каком смысле? Щипрокисли. В каком смысле? У меня жена ела эту вашу японскую. А я ее мое кодон с рисом, с курицей. Зуб все сломала. Об камень. Пожалуйста. Вот. Сломала. Это нормально? Простите, но это невозможно. У нас приличный ресторан. Вы что мне хотите сказать? Что я сам выбил жене зуб и подкинул его в тарелку. С камушком. Прям пришел. В карманчик принес. Все выложил. И сейчас предъявил. Вы это мне хотите сказать? Так что ли? Да нет. Просто... Просто ведро компоста. Мы сейчас просто накатаем жалобу в Роспотребнадзор. Вас лишат лицензии, любимые. Пробей там в интернете их сайт. Пробей, пробей. Подождите, подождите. Не надо никаких жалоб. Спокойно. Пробивай. Мы возместим вам ущерб. И разберемся с поставщиком продуктов. Да. И обед за наш счет. Обед за их счет. Я не знаю, не знаю. Что скажешь одна? Ваня. Хорошо. За моральный ущерб накиньте еще. Хорошо. Хорошо. ВЕКТАР! 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 Выходи. Чего девчонки нахикались? Вещи мои отдай. Лови. Э-э-э! Хорош издеваться. На, держи. Упс. Хорош издевается. Хорош! А-а-а! Упс. Хорош! Хорош. Что ты делаешь? Что надо? Не смей. Раю, уйди. Э! Ты что, охренел что ли? Ты откуда взялся? Из сортира. Ты же к сыну поехал. Поезд вечером. Заврывался, ворошиловский стрелок. Тебя ж посадят, а меня загребут за соучастие. Надо избавиться от ружья. А куда его дел? В толчок запихаю. Твою дивизию! Ты куда попьешься? Сиди здесь, сиди, рыпайся. Ну что ты, что делаешь? Ах ты что! Ах ты что! Ах ты что! Ах ты что! Не вздумайте. Чем рабочая? Нет. Детям купим второй ноутбук. Пошли. Все, расходимся. Пенная вечеринка закончилась. Что это было-то? Проводка. Похоже на полевое отверстие. Это ты шмальнул, гнида? А я? Я видел, как ты из подъезда выходил. Я у друга кошку кормил. Какую кошку? Какого друга? И шестьдесят первая квартира. Это, который он с балкона выглядывал? Никто не выглядывает, никого там нет. Тварь! Ты знаешь, сколько эта тачка стоит? Нет. Я на общественном езе. Ах ты! Так! Идем к этому дружку. И некому будет больше кожи кормить. Федул, срочно хватай ружью и бросай мне. Дверь от застройщика. У меня есть ключи. Уведи. И вы понимаете, мы напишем жалобу в Роспотребнадзор. Вашу забегаловку эту закроют чертям собачьим. Не надо жалобу. Не надо жалобу. Мы возместим ущерб и разберемся с поставщиком продуктов. Вот и разберитесь. Да, разберитесь. Сейчас. Сейчас. Олег, ты что нам привез? В твоих гребешках камень попался. В смысле я перезвонил? Еще раз. Простите. А? Бог простит. Мы принимаем извинения. Хабаровцам. Привет. Что это вы тут делаете? Зашли пообедаться. Васян, я ноутбук в ломбард сдал. Можем вставить тебе зуб. Какой зуб? Его же только что сломали. Или нет? Уволь. Да. Что у вас там происходит? Второй сломанный зуб за полчаса. Так мы у вас уже вторые за день. Я перезвоню. О, братишка, дай посмотреть. Охрана! Т. 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 Как на быстрый дерево, на высокий берег. Вывели казаки сорок тысяч лошадей И устлали деревь, и покрылся берег Сотнями порубанных, пострелянных людей Любовь, братцы, люба, люба, братцы, жить Нашим артаманам не приходится пужить Любовь, братцы, люба, люба, братцы, жить Нашим артаманам не приходится пужить КОНЕЦ Давай, давай, давай! Они не могли далеко уйти. Ищите хорошенько. За смерть Ганса Эдитера я лично скормлю их свиньям. Качашка прямо рядом с нами была и не учуяла. Ну вот, Захарка, а ты ластином кельмом мазаться не хотела. Ну-ка, дай-ка я тебя оботру. Стоять! Стрелять буду. Не стреляйте, свои. Откуда вы? Из Занозино. Там сейчас немцы. Поднимайтесь. Пойдемте к костру. Доброго здоровья. Давай, отец. Тебя как зовут? Захарка. Да. У меня Рая. Каша, Яша. Захарка. Захарка. Дедуля, дедуль наверх, подцепися патой. Че глухой? Освободишь комку. Ты че раскомандовался? Не одупляешь, кто я такой? Звездочет. Ты исчезни, плесень. Я тут старше. По-моему, я здесь старше. Ты че, не всосал? Вали отсюда, пока ходить можешь. Ладно. Ты че, припадочный? Ты че творишь? Ты че делаешь? Ты же хотел лежать на этой койке. Вот и лежишь. Ай! Адъем! Привет, солнце. Доброе утро. Распишешь все самое интересное. Бодя, Бодь, ты корову дай, тебе вот и яйца собери. Ты воды принеси. А ты леденец пососи, окей? В смысле? Яйца у слона отвисли. Ты че раскомандовался-то, вафел? Как ты? Ну, пап, нет, я за главного. Ты че босса вырубил? Ну, а кто главный? Ты что ли? Естественно! Хозяин на один день, да? Завтра опять по этапу. Ты че, фраерок? Тебе зубы жму? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, успокоились, Оба. Ну, ты-то куда? Господи, ну будь умнее. Он хочет командовать, пусть командует. Значит так. Бодя, значит, ты яйца собирать, да? Елу корову дайте. Все. Когда мозги раздавали, ты, наверное, сидел, да? Че ты? Так, ну, там что, проблем что ли мало? Дед в тюрьме. Нутбук в ломбарде. В холодильнике одни лекарства. Я вон без зуба хожу. Они все гавкаются. Значит так. Ты идешь к деду, ты зарабатывать, Богдан корову доить, а Ева за яйцами. Колокольчики мои, светики степны. Что глядите на меня темно-голубые? И о чем, извините, в день веселого мая? Среднекошенные травы, а мы с Гургенчиком на мальдивчиках. Тихо. Занозина, а мы с ребятами в Смоленске. Так что садись в самолетик и возвращайся к нам. Конечно, простите, пожалуйста. Кстати, Ева, я проверяла сочинение, почему-то твоего нет. А я, наверное, не ту тетрадь сдала. Так сдавай ту. Сейчас, хорошо. Кто? Мне кажется, потеряла. А мне кажется, что ты в последнее время не об уроках думаешь. Да она думает, как из помойки переселиться на Рублевку. Тихо. Соловьев, тебе всегда надо свои пять копеек вставить. Зайди ко мне после урока. Да, конечно. Конечно. Вот суки. Ну как аромат? Угадали с запахом. Занозин, подойди. Гражданин начальник. Здорово, Бать. Пахава тебе принес. Здорово. А как тебя сегодня пропустили? Дал менту краба. Ну, в смысле, разрылся морепродуктами. На, вот. Держи. Обязательно сегодня на кладбище сходите к матери. У нее день рождения. Да сам сейчас ходишь, мы тебя вытащим. Каким будем? Померкуем? Придумаем что-нибудь. Знаю я о твоей придумке, фортленник. Еще кто-нибудь сядет. Ну, а что ты предлагаешь? Надо отдать участок. Чтобы они оставили нас в покое. Ну, правильно, правильно. А тебе же еще и землянка числится с сорок пятого. Все правильно. Снимите что-нибудь на мои похороны. А меня здесь и без денег на заднем дворе пристроят. В общем, иди сдавайся Роберту, пока я тебя на соседнюю шлонку не определил. Давай. Держись тут. Отец, ну не обествуйте, погорячился. Пузырь сейчас лопнет. Выпусти. Продукты из ресторана. Сто пудов авторитет какой. А ты раньше не понял? А до Чернобыля раки были максимум с ладошку. Держи. Обзвони всех отказавшихся от брони и скажи, что завтра эту халабуду сносим. Ты мой завоеватель. Надо обсудить расклад. Я повторяю для тупых. Если вы не съезжаете, я беру участкового описываем сгоревшую квартиру и я завожу на тебя дело. И если повезет, с батей в одном купе в Иркуту отправитесь. Мы съедем, съедем. Сегодня съедем. Батю только отпусти. А волшебное слово? Пожалуйста. Вот. Пусть дед подпишет отказную и валите отсюда к чертовой матери. Это мой вам подарок на 9 мая. Спасибо. Даю вам два часа на сбор и я еще прослежу, чтобы вы там ничего не нахимичили. За два часа можем не успеть. Успеете. Я же знал, что ты приползешь. Герпи дали в руки домой. Давай. Аккуратнее. Реагенты могут повредить кожу и одежду. Хотя под джинсом Смолина кажется, что он уже облился. Мои в кислоте. А вот у Навозина в дерьме. Не соблюдал технику безопасности в коровнике. Так, успокоились. Делаем лабораторную. Я сейчас вернусь. Ребят, зацените обновочку. Дай глянуть. Ребят. 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 Покупайте квартиры, машины, телефоны. А те, кто вам мешает, вы сажаете в тюрьму. Да вы и без нас неплохо садитесь. От тюрьмы, я сама не зарекайся. Слышала такое? Ой, все. Мне надо было с моей семьей связываться. Пошли лабу делать. Пошли. Слушай, а ты мне поможешь со старого телефона фотки на новый скинуть? Конечно, если там есть. Фоточки твоей попочки. Внимание, внимание, минутка магии. Делитриум, телефонус. Занузен мне! Нефиг с моей семьей связываться. А вы в каком лесу жить будете? Вам только скажи, вы и там человейник построите. И чего вам, Занозиным, больше всех надо было, а? Вам же и квартиру довольно нет. Хотели быть столбовыми дворянами. Хочешь поболтать? Сними штаны, поболтай. Печку не забудьте упаковать. О, упаковали? Хлам на мусорку везу. Ты все купила? Молодец. Да, я не везу. Хлам на мусорку везу. Да, я не везу. Хам на мусорку везу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вить, нафига ты вообще ковер скручиваешь? Наш ковер теперь в цветочной поляне! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Захар Михайлович, вы чего без подушки спите? Возьмите. Ну, а дома постираю. Спасибо за вездочет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А, это меня и дело. А еще я очень сильный. Буду тебя на руках носить. Несомненно. Какие твои любимые цветы? Ну все, хорош. Какие? Мысельки. Все, давай спать. Ольга Витальевна, можно? Приходи, Ева. Садись, Евгенька. Ева. Ну когда ты уже возьмешься за учебу, а? Ты способная девочка, но ты не стараешься. Ты все время в телефоне. Я вообще не понимаю, чем ты занята. Если так дальше будет продолжаться, я вызову твоих родителей в школу. Им сейчас не до вас. Главное, чтобы им было до тебя. И не до меня тоже. В смысле? Да там сложная ситуация. Я из-за этого и сочинение не написала. Переживаю постоянно. А что у вас там случилось? Папка из тюрьмы вернулся. А мама с его братом-близнецом роман закрутила. Папка, как узнал, чуть обоих не убил. Все на нервах. А уединиться негде. Стол один для учебы, для еды и для готовки. Ноутбук тоже один на всех. И тот в ломбарде. Электричество постоянно отключают. Какое там сочинение? Ужас. Как вы вообще там живете? Да нормально живем. Вот когда дом снесут, тогда будет ужас. Ладно, я поставлю тебе четверку. Я могу идти? Спасибо большое за понимание, Ольга Витальевна. Так, все, ваше время вышло. Что успели вынести, то ваше, как в форте бояр. Ну подождите, ну пять минут хотя бы дайте еще. Две. Хорошо. Даю две минуты. Все. Но потом закрываю ворота и выпускаю тигров. Алло. Вы скоро? Все, выходим уже. Э, ты шо творишь, полудорок? О, да я просто помню, что ехать-то нам некуда. По какой понт уезжает? Могу напомнить, могу засадить и тебя, и деда. Так лучше на нарк, чем на улице. Так, все, меня достали. Я завожу на тебя дело. Заводь собаку, а дело возбуждают. Шуруй отсюда, чертухан. Пошел. Подождите пару минут. Подписи понятых в конце. После засвидетельствования следов пожара потребуется еще заявление вашего сына. А я сам напишу. У нас почерк одинаковый. Только у меня без ошибок получится. А я посты, понимаешь, что? Что за хрень? Я лично вот эту штору поджигал. Емеля, ты до хрена ремонт захреначил, а? Ты о чем? Как мы теперь засвидетельствуем поджог? Какой ремонт? Ничего я не хреначил. А кто? Как они это сделали? Ну как? Супер, как в аптеке. А ключ мы что, под ковриком найдем? Сегодня день открытых дверей. Это ты где такому научился? Замки делали на зоне. Запомнил пару секретов. А золотой ключ к собой прихватили? Опа. Хорошо. Бальвин. Давай, 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 давай. Вот твари. Роберт Генрихович. Что? Так подожгите еще раз. Я и пофоткаю. С полужару, так сказать. Молодец, Мухтар. Не зря мы тебя кормим. Я сказала директору, что ты растворил мой телефон. Так что теперь тебя не только из дома, но и из школы попрут. Он на тобой не угорал. С чего был друг? Если бы ты учила химию, ты бы знала, что телефон невозможно растворить в серной кислоте. Это была коробка. Идиот. Знаешь, я мог бы выбросить твой телефон точно так же, как ты и мои вещи. Но просто знай, что занозины не такие гнилые. Что занозин? Суши сухари. Белый бобик прибудет через две минутки. Факт поджога зафиксирован в присутствии понятых. Возбуждаем уголовное дело. Возбуждение дела отказано. Ты бишь. Правильно. Лучше в дурке, чем на улице. Внимание на экран. Роберт Генрихович. Так подожгите еще раз, я пофоткаю. С полужару, так сказать. Молодец, Мухтан. Не зря мы тебя кормим. Это как? Как эти тараканы в скрытую камеру установили? Так привлеки их за взлом. Я не могу. Нет следов взлома. Так сделай. Уже ничего не сделаете? Если дадите делу ход, это видео будет во всех соцсетях. И в следственном комитете тоже. Ты батю выпускай. Ты на этом видео тоже замазан. Мрази. Поехали домой. Вася, там котлет нажарил. Котлет. Меня тут крабами кормили. Мне кое-куда заскочить нужно. Ты партизан видел? Видел? Видел партизанен? А у Федерзейн? Откуда у тебя немецкий нож? Руки вверх. Руки вверх. Ай-ай-ай-ай! Руки вверх. Ай-ай-ай-ай-ай! Что случилось? Миша, обещала тебе цветы залить. И на руках носить. Я рад, что несмотря на все ваши шашни, вы в трудную минуту смогли объединиться и спасти семью. Давайте выпьем за рая. Мы тебя очень любим, мама. Нам тебя не хватает. Очень не хватает, правда. Не хватает ваших мудрых советов. Мне не хватает ее с заботой. Твоих сырников. Мы скучаем по тебе. Жалко, что ты нас не слышал. Она слышит вас. Днем рождения, райщик. Здравствуйте. Мы служба опеки. Пришли посмотреть, в каких условиях живут дети. Все. Здравствуйте. Мы служба опеки. Пришли посмотреть, в каких условиях живут дети. Нормально живут. Ни в чем не ограничены. Это заметно. Да ладно, одна рюмка. Бабушка помянуть для такого кабана ерунда. Конечно, я, как врач высшей категории, я могу подтвердить. Такой высший, что курьером работаете. А вы, выходит, отец. Трудоустроены? Ну вот, недавно уволился с должности пошивщика рукавицы. В связи с досрочным расторжением контракта. И это был уже второй ваш контракт. Менять специализацию, думаете? А что вы на меня так смотрите? Я мама. И я официально работаю в школьной столовой. И неофициально сожительствуете с братом мужа. И кто вас так подробно осведомил? А это не важно. Важно качество жизни детей. Живоплощадь у вас ниже норматива. Компьютер для учебы имеется? Конечно. Где он? Ну, в ломбарде. Мы выкупим, обязательно. Уж постарайтесь. А пока оставим вас на учет. До свидания. Роберт их натравил, паскуда. Знает всю нашу подноготную. И мы всё положим-то. Ос ceasedominним, чтобы не прожидеть, Мелкая, на коры я иду в сеть выкладываю. Тебе же давай. Выкладывай, выкладывай. А то вдруг опека следит, пусть видит, что у вас тут кожа. О! Ейшенка, сынки, Юрий. Спасибо, любимая. Вообще-то я тебе муж. Хавку осадил. Погнали в школу. Давай только без залетов там, ладно? А то у вас, считай, условка из-за этой опеки. А как это? Я не понял, что новый зуб вырос, что ли, как хвост у ящерицы? Знакомый Герман и вставил временный. Ненастоящий муж надыбал ненастоящий зуб. Ну, настоящий-то. Настоящий муж выбил. Пока. Дайте свет! Дайте свет! Дайте свет! Дайте свет! Прошу вас, прошу вас, успокойтесь. Мы уже ищем причину аварии. А что-то долго вы ищете? Мы пожрать не можем приготовить. Да, и телефон зарядить. Телефон – это очень серьезно. Очень, да. Где-то на линии разрыв. Ну, там семь кмэ кабеля подземляли. Да хоть семь семь, рой, копай ищи! Если бы Стерч все не исправил, то они напишут коллективные иски, придется платить. Э! Слышь, Старли, это не ты нам с кабелем подгодил, а? Тебе божья кара за то, что опеку на нас натравил. Привет, Марат. Какая опека? Это не я. Ну, тогда кабель тоже не я. Как-то мы сами до опеки не доперли. Да. Подумай, как-то можно все усугубить. Зарежу свинью, спасу семью. Да не сын, не тебя. Вон ее. Мясо продам, детям ноутбук выкуплю. Подожди, она же вес не набрала еще. Папа тебя прибьет. Не прибьет. Я детей спасаю от опеки. Давай, Рулька, вперед. Все. Все готово. Давай, иди разделывай, ты же по твоей части. Давай. Я не мясник, я хирург. Гир, хорош уезживаться. Ты же давно никакой не хирург. Мясо стынет. Ну, только вот, когда ее муж сел, у нас его братом легла. Ну, смотри, Анна Михайловна, если она деверь мне поперпнулась, она ему уже директрисы не откажется продегустировать. О, легок на помине. Угу. Опять. Хихоньки да хахоньки. Андрей Петрович, разговорчики. Перемена не резиновая. Погоди минутку. Занузина, может, хватит чужим мужьям зубы-то скалить? Да это просто вежливость. Вежливость. А что ж ты брату мужа из вежливости не отказал-то? А это вас не касается. Да и не дай бог, чтоб коснулась. Значит так, в моей школе никаких мини-юбок и титик навыкать, а? И губюхи сотри. Давай. Это грязная тряпка. А что ж тебе на кухне грязные тряпки-то? Ну? Что там с мясцом-то? Жить будет. Я не понял, как так. Я... Ты что, не дорезал, что ли? Дорезал, дорезал ведь. Тут много ума не надо. Мне вот пришлось повозиться, это да. Бывших хирургов не бывает ведь. Так же, как бывших зэков. Дайте свет! Дайте свет! Дайте свет! Дайте свет! Тихо! Дайте свет! Лилые помидоры, это уже перебор. А других нет. Холодильники-то не работают. Не на того свою гниль тратите. Это он, дед, кабель перерубил и не говорит, где. Да ладно, вам лишь бы севину на него свалить. Хорошо. Смотрите. Вернее, слушайте. Чё надо? Маэстро, снимаю шляпу кабель. Это прям шах не мат. А то. Ну, я проиграл битву, но не проиграл войну. И войну проиграешь. Я знал, что в партизанской войне ты слабак. Нострадамус. А ты знаешь, что сейчас по громкой связи болтаешь? Привет от жильцов. Твою дивизию. Выходи. 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 Хорош глотки драть. Ты давай показывай, где прорыв кабеля. Пока мы тебе дом не спалили. Да. Покажу, когда этот своих шкур из опеки отзовет. Ты что, в уши долбишься? Я же говорил, я не при делах. Деда, это из-за меня опека приехала. Я у училки про нашу жизнь проболталась. Бери инструмент. Пойдем покажу, где разрыв. Значит, господа, я бы вас попросил, да, чуть подальше от нашего забора с факелами. А да что? Ага. У лоха не спросили. Уйдем, когда свет дадут. Понял. А, ладно, ладно. Просто поаккуратнее, да? Спасибо. Хороший тебя, хахаль. Его лохом определили, а он схвал. Вить. Вить. Так, ну-ка, лас-то двинули отсюда. Руки убери! А то что? Ушел! Вой, мой! Отверстийся. Руки убери! Играет музыка Молодец, мужик Нина Ивановна, ну что, в холодильник фарш сожрала? Тут два кило не хватает Фарш занозенопринимала Ну тогда подождем нашу занозу Ваппиры в зеркале не отражаются Так ты что теперь решил? Всем раду растрезвониться Да Алло, привет, а вы же котлет съели? Уже да, а что? Да уже ничего Люля? Я спросила, котлеты Котлет не было Был еще этот шашлык и эти, креветки на шпажке Это вообще не туда Лично у нас все не туда О, Сонька золотая ручка пожаловала Где два кило фарша? Вот На кухне плита барахлит Беру работу на дом Вечером фарш забираю Утром приношу готовую еду Люля Не слишком ли жирно для школьной столовой? Там поручили на питание детей не экономить Ладно Будем считать, что на сегодня ты отмазалась Пап, там на Рюссейле кроссовки такие классные укинули Лимитированная коллекция Дашь мне двадцатку? Доченька Почему кроссовки могут быть лимитированы А твои карманные расходы никогда? Я же недавно тебе на телефон давал Это телефон, а мне нужны кроссовки Помешаю? Нет Просто вовремя Спасешь меня от грабежа Слушай Ничего не выгорел с опекой Я все пробил Только Выселец работает Ни один суд не заберет у меня детей Я в попечительском совете школы Можно ее уволить Нет, нельзя Мы на единственной кормились в семье Нельзя, нельзя Ты доктор и адвокат Кое-что все-таки попробовать можно Алло Василеса, добрый день Меня зовут Геннадий Я директор ресторана «Василек» Здрасте Хочу предложить Вам работу Спасибо, у меня есть работа Я в курсе Но от должности СУ-шефа С окладом в сто тысяч Плюс премия Вы вряд ли откажетесь Подождите А почему именно я? Ну, видите ли Мой ссылочист в Вашей школе И вот недавно я заходил Был совершенно потрясен Вашим умением Из поставляемых продуктов Делать конфетку Послушайте, если это розыгрыш Найдите другую дуру В качестве серьезности Своих намерений Я готов Вам перевести Аванс 20 тысяч Вряд ли откажетесь Ну, если Вы Серьезны, то я Я готова Уволиться прямо сегодня Вот, прекрасно Поскольку СУ-шеф Мне нужен срочно Я жду Вас Завтра с трудовой книжкой У себя До свидания До свидания Сейчас напишет По-собственному А с тебя 20 тысяч Ерунда Сейчас переведу А, то есть Здесь двадцатка Это ерунда Это по работе Это не работа Это кидалову Ты живешь На это кидалову Икру ешь И в бутиках одеваешься Радуйся, что легко отделался Мог бы опять в тюрьму загреметь Гера, вот поясни мне Вот ты такой Умный Классный Жизни все хочешь А что тогда, Вася Как только я откинулся ко мне В койку прыгнул Не надо Я знаю, правда Она мне все рассказала Ничего у вас не было Я ей верю, понял? Не, ну, если так легче Абонент занят Оставьте сообщение На автоответчик Чего ты сюда таскаешься? Никому твои скворечники Ненужные Или какой залетный Дятел нарисуется Я тебе майкну Да я тебя Поговорить хотел Спасибо тебе За то, что подкинул Идею насчет Опеки А то Я уж не знал На что давить Тронешь моих детей Я не знаю, что с тобой сделаю Не знаешь, что подумай А надумаешь Майкни И спасибо тебе За новую тачку Проховочку получил Немножко добавил Вот Освежил модельку А это последствия Вчерашнего отключения Света в Смоленской Баварии Виновником Подожгли сарай Вы меня все Боже Это же законодатель Мировой моды Богдан Занозин Давайте посмотрим Какое нижнее белье Будет в тренде Еще лет двадцать Рассмотрим эти Тронсарти поближе Ближе Рассмотрим Тронсарти Позволь Тронсарти Круто Круто Продолжение следует... 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 Никого, все чисто... Ты моя дочь, паскуда... Пол, ребята... Я тебе позвоночник выдерну и в запицу затолкаю! А что у вас здесь происходит? Вася, а скажи мне честно, с Витьком у вас все-таки было? Я уже говорила. Ты еще раз скажи, глядь в глаза. Господи, как мне все это надоело. А если был, то что? Ты что сделал, чтобы не было? Ты мог ему сразу сказать, что мы вместе, а ты сопли жевал. Понятно. Ты зачем ему сказал? Извини, я думал он знать. У меня с работы стурнули. Выпить хочешь? Вот. Да. Вы чего, каждый день сюда ходить будете? А мы не просто так. Василиса Занозина теперь безработные. И у нас больше нет оснований оставлять детей в этом... ...притоне. Э-э-э, мадамы, какой притон? Дети здесь живут замечательно. И взрослые тоже. Официально заявляем, мы подаем документы в суд на лишение вас родительских прав. Идем отсюда, Валентина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова На, тиши еще. Ай. Редактор субтитров А.Егорова Устал? Ставча. Да я на шесть лет младше тебя. Еще могу к молодухе унойти. О-о-о-о. Ага. Кому ты кроме меня нужен? Захар, здоров. Здоров. Соль надолжишь? В суставах у тебя поищи. Ха-ха-ха. Раечка, прекрасно выглядишь. О! О, чашку сделал. Маску огуречную. Вон сколько в этом году уродилось. Прям не знаем, куда девать огурцы. Захару отдай. Может он геморрой свой вылечит. Как мужик в клипе, видели? Ну, ролики. В интернете. Держи. О, спасибо. Прыхали? Нашу деревню сносить будут. Чего? Того. Жилищный комплекс будут строить. Смоленская Бавария. Какая нахрен Бавария? Ты, Федульчик, когда лейку заливаешь с утра, закусывай. Да я серьезно. Ты че? Уже по домам ходят. Договариваются. Квартиры предлагают. Пусть они свои квартиры себе в одно место затолкают. Я свой дом не отдам. Ага. Ну, это понятно. А ты, Раечка, че думаешь? Как дальше жить-то будем? Ну, я-то почем знаю. Ну, как? Ты ж была в Баварии. В сорок пятом. Каково оно там? Взять мою минуточку внимания. Давайте-ка выпьем за лучшего херового Смоленца. Ой, да ладно. Что это? Ладно, ладно. Ты не прибедняйся. Золотой скальпель кому попал-то не вручают? Ура! 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 Вить, ты чего это? Ура! Ура! Смотрю на твои успехи, Гера. Понимаю, какая я сявка. Ой, Вить! Че ты? Ну, правда. Да ничего, Гер, устал. Устал долбиться все время с закрытой двери. Семь лет назад откинулся, даже работу нормальную не нашел. Ну, я не знаю, хочешь, я поговорю с главврачом. Возьмем тебя к нам, как пристроим там больницу. Кем? Если только на органы. Ну, тренером ты будешь устроиться в эту, в федерацию по боксу. Чего там, где одни друзья, сколько ты медалей для них выиграл? Нет, у меня больше друзей в федерации бокса. С судимостью я для них, как череп на заднице. Видимо, придется до пенсии батрачить с грузчиком. Ну, я не знаю. У тебя, вон, дети замечательные. Жена любящая, ведь? Это пока, Гера. Васька скоро психанет. Найдет себе фраера понадежнее. Так, все. Хорош париться, правда. Мы что-нибудь придумаем, слышь? А, я прошу прощения. Давай лучше по 50 хлопну. Или по 100. Ага, держу. Спасибо. Так. Давай, знаешь за что? За то, чтобы все было хорошо. И закусывай, закусывай. Закусывай. Там сырок, вон этот. Помидорчик там лежит. Давай-ка на прыжке. Закусывай. Раньше я так представлялся. Давайте жахнем за нашего Мухаммеда Али. Европу он уже нагнул. Осталось поиметь мир. Ведь, Тенья, мы всегда знали, что тебя ждет успех и слава. Потому что ты настоящий воин. Победитель. А если у победителя что-то пойдет не так, братка, не ссы. Мы рядом. И ты всегда можешь на нас положиться. Спасибо, братва. Ура! Ура! Братыл, ты чего не глухаешь? Ты мне через час на смену. Сдохнешь так на этой работе. Откачают. Я же в больнице работаю. Ну, значит, после работы. Не говори, ем, что попало, сплю по три часа. Ну, так поешь хоть нормально. Вон, сырок, икра, понапешки. Быстрем, накорми братишку. У нас что, сегодня выпускной? Конкурс красоты. Привет, принцесса. А что случилось? Твоя карета пролетилась в тыку? Можешь подвезти? Нет, спасибо, я жду такси. Какое такси? Мы отвезем тебя бесплатно. Еще напоим, накормим и... И спаду можем. Нет, не нужно. Как это не нужно? А ну-ка. Да не ломайся ты! Что вы, что вы делаете? Уберите руки! Братики! Ааа! Ааа! Братики! О! О! Черт! Ух! 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 Меня ведь зовут? Василиса? Пошли, провожу. Субтитры создавал DimaTorzok Витька, я тебе правду говорю, мы разберемся, прорвемся. Ну правда, хватит, тварец, все будет нормально. Ох, прости, мне звонят, я отвечу. Да нормально все. Да, Макар Сергеевич. Заносин, только что привезли пациента с инфарктом, нужна срочная операция. Какая операция, я уже выпил. Ты выпивший сделаешь лучше, чем безруков, трезвый. Скорость за тобой выехала. Здравствуйте, Захар Михайлович, меня зовут Роберт Генрихович. Я представляю ЖК Смоленской Баварии и хочу предложить вам вместо вашей избы просторную новую однокомнатную квартиру в нашем жилом комплексе. А я представляю деревню Заносино и предлагаю вам катиться баварской колбаской по Малой Спасской. Ну, зря вы так, ну что, вы же вам не враги. Просто мы хотим избавить вас от всяких деревенских хлопот и подарить вам новую беззаботную жизнь. Где-то я это уже слышал. Мы пришли избавить вас от большевизма и подарить новую жизнь. Ну, прежде чем делать такие выводы, ознакомьтесь с проектом вашего нового дома. Место ваше, извините, уже в умирающей деревне мы построим новый замечательный прогрессивный жилой комплекс с детскими площадками, парковками. Сотню людей получили. Извините, что перебиваю. Здесь заповедная зона и памятник архитектуры. Вы никогда не получите разрешение на строительство. Да, знаете, уже получили. У вас уже все подмазано. Значит, у нас все по закону. Ну, чиновников, может, вы и купили, но занозницы не продаются. Всего есть своя цена. Что вы хотите? Да шуруй отсюда, пока цел. Я бы не советовал вам с нами ссориться. А то что? Ничего. Мы не отдадим нашу деревню, наш лес и наш пруд. Деревню вашу все равно мы снесем, а ваш лес и пруд вырубим и высушим. Скорее мы тебя. До свидания. Оставляю вам наш каталог. Следующую партию на газетной бумаге печатай. Удобнее задницу подтирать. И вам не хворать. Зажим. Включаем аппарат искусственного кровообращения. Здравствуйте, Макар Сергеевич. Дановин, быстро за мной. У рыси мэра инфаркт миокарда. Нужно срочно оперировать. Какая рысь визит к ветеринару? Местные ветеринары отказываются. Говорят, гибный номер. До Москвы не дотянет, а ты можешь спасти. У меня сложный пациент на столе. Вы не видите? Да и ним займется безруков, а там нужен лучший. То есть для вас рысь мэра важнее человека, да? Да то есть ты дурак, что ли? Ты ничего не понимаешь? Покиньте операционную, а вы мне мешаете оперировать. Федор Матюлеевич, ну не переживайте вы так. Лучшие уходят первыми. Ты идиот. Чтобы этого клоуна здесь больше не было. Доволен? Ну мэра придурок. Этот придурок финансирует нашу клинику. Ты уволен! За что? За то, что я рысь отказался оперировать? По статье. Ты пьяным оперировал. Так вы меня дернули сами с вечеринки. У меня вообще выходной. Это не важно. Какая на вкус задница у мэра? Кисленькая, да такая? Ты базар фильтруй. Да я фильтрую, фильтрую. Я десять лет фильтровал. Теперь могу сказать все, что думаю. Ты хитрожопый, скользкий, мерзкий ублюдок. Из-за твоей тупости, из-за твоей жадности тебя скоро попрут с должности. Меня любая больница с руками оторвет. Тебя не возьмут ни в одну больницу. Да что? Потому что, может, я и хитрожопый, и мерзкий ублюдок. Но я ублюдок со связями. Пошел вон отсюда. У Елы ранец порвался. Можешь занять у Германа денег? Не, я в него больше одолжек не буду, мне стыдно. А мне стыдно, что ребенок ходит в школу с пакетом. А если мы будем вот так двойной чай заваривать, она еще и босая в школу пойдет. Че ты начинаешь? Ну я привык так. Ну в чем дело? Ну так что, ты с ним поговоришь? Или мне поговорить? Че ты завалил это? Герман, 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 Герман. Надо было за Германа замуж выходить тогда. А еще не поздно. Опять ругаетесь? Кто? Нет, нет. Мы просто с мамой спорим. Хотела спросить, а мы всегда жили бедно? Или только сейчас? Даже не верится, что через 10 часов мы будем на другом конце земли. Ну все для тебя, крошка. Я же обещал тебе мир показать. Спасибо. Спасибо. Ты у меня самый лучший. Сейчас выиграю чемпионат мира. Полетим на чемпионат вселенной. На Марс. Мышкина норка. Паспорта забыл. Такси подъедет, скажи, чтобы загружали. Красотка. Ксуля. А куда Золушка собралась? На бал? Нас возьмешь? Ну ты что, красотка, не жмись. О! А вот и принц нарисовался. Так, детвора, ну-ка по домам. Спокойной ночи, малышей пропусти. А ты что такой дерзкий? Спортсмен? Прикинь. Пошли, любимый. Фима, Фима, вставай. Ты что? Ну, Фима. Слышь, урод! Ты что наделал? Фима, вставай, ну. Ну, ты что? Ну, что там? Этот пацан племянник прокурора. Если поблюд, Витьку светит. Пятнашка. Охренеть! Если выживет, восемь-девять. О, Господи. Так что все зависит от Германа. Состояние стабильное. Жить будет. Спасибо, братуха. Ну, ты что, малыш? Никого же еще не посадили. А если посадят, то твой ребенок не уйдет. Отца до начала школы. Я знаю, что у меня день рождения не скоро. Ну, можете купить мне ноутбук? Самый простенький. Я просто хочу вести блог. Рануль, да купим, конечно, что-то. Спасибо, Буря. Папка, самый лучший. Обожаю вас. У меня будет ноутбук. Ты бы не давал ей пустых обещаний. Она расстраивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она расстраивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Захар, прикинь, мне здесь за мой дом двушку предложили, с двумя сортирами. У меня-то вообще в хате ни одного нету. Один с целых два. Ли, ты согласился? Ну, ясный пень. Значит, повелся на сортиры и колбаски. Да ладно тебе, что ты начинаешь? Зинка, у тебя же диабет. Чуть-чуть можно. И ты чуть-чуть продалась оккупантам. Захар, ну я тебе честно скажу, здоровье уже не то, чтобы воевать. Отвоевали уже свое. Все. Так, может, и мы отступим? Чего? Да хоть помрем в комфорте, спокойно. Деревню все равно снесут. Это мы еще посмотрим. Захар Михайлович, прошу. Пошли. Когда купишь ноутбук, первый блог будет посвящен тебе. Спокойной ночи. Белого. Спокойной ночи. Все, спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вперёд? Пойдём. Не советую. Чего? В лес соваться. Он заминирован. Маразм подкрался незаметно. Вперёд! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Ты... ты... ты чё, контужный, что ли? Малька. Контузило под весьма. Вперёд, я сказал. Там ещё много зарядов. Чё ты добиваешься? Я всё равно вызову ментов, сапёров, и мы вырубим этот лес к чёртовой матери. Ясно? Пока вы будете разминировать, я ещё что-нибудь придумаю. А-а-а! А-а-а! Закар! Закар! Это чё жахнул-то? Я чуть не об... не делался. Ничего, шуруй домой. Скажите, пожалуйста, а... Давно вы тут гуляете? Часа два. А чё? Ничего. Вперёд! Воры, гады, твари! На, выпей. Привет. Привет. Ну вот, из больницы уволили, квартиру служебную забрали. Как? Ну, я потом расскажу, ладно? Господи, да что же за день-то сегодня такой? Вечерок в хату. Привет. А ты чего? Чего? Жена из дома выгнала. Нет, хавчик вам привёз. Здравствуй, садись. Раиса Степановна, Захар Михайлов, здрасте. Папушка, дедушка, привет. А вы чего такие довольные? Мне папа новую букку купил. А мне новое платье. Откуда деньги? Работу нашёл, аванс дали. Ну, хоть у кого-то всё хорошо. Занужен Виктор Захарович? Вы задержаны по подозрению в краже. Вам придётся проехать с нами. Что за глупость какая-то кража? У нас есть свидетель, камера у нас подъездная. Всё, всё. Ты что, обещал, что больше не сядешь? Прости, родная. Что, мам? Что? Мам, 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 ты чего? Мам, 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 мам. Степан! Мамушка! Скорую звони, скорую. Воды, воды, где? Давайте, давайте. Давайте, только аккуратно. Стоп, стоп, стоп. А ты куда? Я сам буду маму перерывать. Не будешь. Ты здесь не работаешь. Я сказал, ты не будешь. Я полицию вызову. Сядешь. 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 Дома газ, кефир и рачки куплю. А то она обижается, когда я забываю. Пап, мама умерла. Ерунды не говори. Пап, мама умерла. Мой денёг сегодня. И не говори. Василису жалко. Подфартило и с мужиком. Да уж. Ещё прорвёмся. Кефир будешь? Буду. Пойду принесу. Машина. Машина. Секлама. Машина. Продолжение следует...